привет всем тема этого видео автомобиль не заводится иммобилайзер не видит ключ решение проблеме я хочу вам показать простой лайфхак этот лайфхак не помогло когда у меня была машина гостри и она не заводилась если кому-то поможет этот лайфхак пишите потом кометах и после того как я сделал все так машина заводилась нормально ну поехали иммобилайзер находится вот здесь около замка эти детали и узлы я взял сегодня на б.у. рынке у друга чтобы снять этот видео все это от машины тайха цукоры но это не имеет особое значение устройство иммобилайзера на всех машинах похоже и они по каким-то международным требованиям после по моему 1994 года устанавливается на всех машинах и этот электронный блок выполняет роль противоугольного противоугольного устройства когда машина не заводится виновник частом случае устройства иммобилайзера и говорят что иммобилайзер не видит ключ для того что вы поняли в чем принцип решения этой проблемы я коротко вам объясню теоретический суд этого устройства иммобилайзер это противоугольное электронное устройство принцип ее работы состоит в том что она читает код из чипа который вставлен нам ключ автомобиля иммобилайзер это прибор который лишает машину способности передвигаться ее основной функцией является разрывание одной либо несколько жизненно необходимых для функционирования машины электрических цепей таким образом он может воспрепятствовать угон так как даже если воры смогут попасть внутри автомобиля она просто напросто никуда не поедет если у них нету ключа некоторые виды иммобилайзера действуют новинок заблокировав запуск мотора некоторые разрешают запустить мотор но после того как автомобиль начнет двигаться сразу включает его для управления встроенным иммобилайзером чаще всего используется ключ замка зажигания со встроенным электронным чипом котором имеется код для разблокирования в системе код считывается автоматически когда ключ вставляется в замок зажигания читывание кода из чипа происходит с помощью считывающей катушки или можно ее назвать с антенны иммобилайзера антенна иммобилайзера выпускает какие-то электронные волны и с помощью этих волн определяется код чипа который вставлено в ключе код для каждого автомобиля различается и она индивидуальный для каждой машины потом этот код отправляется в блок управления автомобиля и если код соответствует заводским данным тогда блок управления дает разрешение другим устройствам чтобы они не мешали завести автомобиль если мы потеряем чип с ключом тогда даже мы не можем завести автомобиль вот мы подошли к самому главному когда автомобиль стареет стареет и детали и устройства иммобилайзера чаще всего тряхляет считывающая катушка оно не может испускать электрические волны с такой интенсивности чтоб они дотягивались до чипов вставленных в ключе и соответственно устройство иммобилайзера не может прочесть код если устройство иммобилайзера не поможет получить код тогда машина не заведется исходя из этого не трудно догадаться что если считывающая катушка не совсем убитый мы должны усилить волны которых она испускает то есть усилить электромагнитное поле вокруг антенны иммобилайзера существует для этого простое решение и я вам покажу ее для этого нам понадобится тонкая проволока из обычного трансформатора и изолента или скотч я буду использовать проволоку примерно 2 метра с сечением 0,5 мм можно и с сечением 0,3 или 0,4 мм чистим обе конца проволоки с помощью ножиком и обмотаем ее в округ считывающей катушки по кругу и в округе и в округе и в округе В моем случае у меня получилось 14 обмотков, у кого-то получится 12 или 18 обмотков. Количество обмотков также будет зависеть от сечения проволоки. Соединяем обе конца проволоки и закрепляем ее надежно с помощью изоленты на считывающем катушке. Потом считывающую катушку наденем на замке зажигания или закрепим около ее и все готово. Теперь мы вставляем ключ в замке и пробуем завести машину. Если машина заведется, все в порядке. Если нет, значит электромагнитное поле недостаточно и еще раз увеличиваем ее. Берем более длинную проволоку, снова обмотаем и таким образом увеличиваем количество обмотков на считывающем катушке. Снова вставляем ключ и пытаемся завести машину. Если машина заведется, это хорошо, а если нет, это значит, что причина не в считывающем катушке, а в другом устройстве иммобилайзера. И продолжаем искать причину. Или может быть считывающая катушка вообще убита. Надеюсь многим поможет этот лайфхак и пишите пожалуйста в комментариях, если она вам помогла. Делитесь вашим опытом и пишите, что именно вам помогло в решении этой проблемы. Всем пока. Поехали. Актуально. Время – это. Актуально. Время – это.